Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. У нас шли занятия в Потеряевке, тематические, по теме. И вот попросили их, чтобы люди не любят читать, а послушать могут, перевести в видео. Ну вот сейчас мы насчитываем это 123 занятия, которые сохранились хотя бы по частям. Игорь Барабаш сохранил. Итак, православие и язычество. Представляю, какие будут толки, когда я умру. Это я про себя говорю. Это не в храме, а где-то в лагере занятия идут. Заманчиво, чтобы тебя помянули, все однозначно хорошо. Но Христос отсекает такие похороны под знак минус. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Ибо так поступали с лжепророками отцы их. Луки 6, 26. А можно ли попытаться, чтобы все-таки оставить такую о себе память, чтобы никто никогда тебя не осудил? Как принято говорить о мертвых, говорят, или хорошо, или ничего. У христиан так не принято. Если предатель был Иуда, то так и пишут о нем евангелисты. И мы отвечали, Иисус, Ана Завея. Иисус говорит им, я и стоял же с ними Иуда, предатель его. Если поступил диотреф плохо, так 2000 лет и зафиксировано это. И все это повторяют. Третья и она. Я писал в церкви, но любящие первенствовать у них диотреф. Не принимают нас. И вот говорят, такая поговорка есть, или хорошая, или никакая. Это от римлян взято. У них наоборот говорят. И говорят, говорят, все или ничего. Не надо марафетить биографию. Я такой был, такой и говорите. Или ничего не говорите. А то или хорошее, или плохое. Это лживая характеристика. Это приключение Тома Сойера-то. Гек Берифина-то. Ой, учительница, да он такой был, да кого мы лишились. А он наверху лежал, в это время буквально свалился, упал. Она первая, что залепила ему пощечину. Что ты с нами сделал? Какие заботы дал нам? Вот и все. Только одна была характеристика, а рука показала другое. Но я у всех прошу прощения. Покройте это любовью своей. Потому что у меня путь необычный. Господь мне верил в слово 40 лет назад. И я исполнил стаж Моисея. И прошел ее бескомпромиссно. Ну тогда это было. Сейчас это уже 54 года. Надоедал я многим, досаждал я всем. Начиная от ООН, от патриарха Пимена, митрополита Виталия. А уж остальные органы дело обычное. И причина не в том, что я хочу этого. Но! Псалом 119. Я мирен. Но только заговорю, а они к войне. Если бы не было языка, то и я не умел бы писать. Тогда было бы проще простыть хорошеньким и мяконьким. Если же я проповедник и притом православный, то я обязан говорить всю правду и невзирая на лица. В храме не называются имена. А вне храма это можно. И во время, и не во время. Русский народ, видимо, самый невоспитанный. Даже дикари и те что-то чувствуют. А русский народ ничего не чувствует. Вспоминаю, как дважды лауреат Нобелевской премии Мария Складовская-Кюри рассказывал о студентах-китайцах, что она только по глазам их могла догадаться, что они в чем-то не согласны с ней. А у нас, если не согласен в чем-то самый зеленый из соложенок, то у него такой всплеск осуждения против тебя, гнева и поношений, дихое беснование под видом того, что он тебя соблазняется. Да и какая тебе польза, если бы ты одержал победу и стала по-твоему? Иоанн Затаус говорит, дерзость мать всех пороков. Повторите, дерзость мать всех пороков. Самые дерзкие, это с так называемых миссионерских отделов патриархиви. Дерзкие нечеловеческие. И при том, каким-то образом бывают связаны, почему-то указывают на храм Данила Сысоева, вот это так называемые царионов, антео, все. Вот эта дерзость проявляется у Стерлигова. Не по его, он тут же бьет, тут же кидается. Но такая дерзость, вот как у Жириновского. Ну, какое отношение это к верующему имеет? И вот, которые называют себя миссионерские отделы, где-то связаны, да еще его поставят начальником в этом отделе. Хам. С большой буквы. С отрицанием со всех сторон. И раз кто разговаривает, вправнуки годится. С первой минуты хамит, безобразничает. Почему? Система. Миссионерские отделы, которые в патриархии, самое негодное, что я встречал на земле. Самое подлое туда. То есть, это особый отбор сатана делает. Ничего не знает, сколько их людей не отбили. И нашли руководителя Дворкина. Так и ахнешь. Его искали в России, такого не было. С Америки выписали. Масоны поставили. Кто? Бывший наркоман. Знают, да. Бывший шизофреник. Да не бывший. Это ни вчера не бывало, а что его день было. Если то, оно и остается где-то. И он руководит ездить по всей стране. Всех ссорит между собою. Когда у тебя будет дерзость, и когда ни с чем не соразмеряешься, не смотришь на лица при разговоре, то все остальное к тебе придет весь уголовный кодекс. Вплоть до убийства, до воровства, до разврата. И почему-то к ним пристает грех разврата. Вот те, которые знаю, были. Обязательно связаны с этим. А дел такой, смотришь, уже развелся. Развелся. Или подкаблучник какой-то, или что-то. Гнев такой, как будто тысячу лет у него старобрядческие поколения было. Сверепость какая-то. Говори, юноша, если нужно тебе. Едва два слова, когда будешь спросен. А если ты в миссионерский отдел записал, ты теперь можешь плевать на все. Говорить, хамить, безобразничать. На меня вышли как-то вот этот Сарионов. Но потом вижу, хамят, безобразничают прямо. А какой юрисдикции принадлежите? Я стал говорить, они хамы. Ну а что делать? Ну я отошел. А они не выключили. Я дальше слушал. Около часа в комнате, может, делаем дела и слышим, как они разговаривают и как судят, как хохочут. Как будто демонская кодла какая-то собралась. Ну и в конце концов, навели порядок. Убрали его или куда он делся-то? И вот они все медитируют, что-то делают, говорят, где-то кидаются, майки там такие написать, кидаются подряд на всех. А если не будешь спрошен, то и помалкивай, набирайся умных речей. Бог так расположил разные части человеческо-общественного организма, что дети не просто должны кормить и заботиться об отце с матерью, но чтить. И чтобы жена мужа не поносила, а воздвигала его авторитет. Где это у нас сегодня? О, мы же не Япония. Это в Японии для девушки самая главная задача выйти замуж. То есть приданным заработать надо. И потом поднимать всю жизнь авторитет мужа. В России количество разводов перевалило за 79%. Это в первые годы. Крупская говорила, где-то она говорила, сейчас я могу ошибиться, то ли 7, что ли, процентов, что если столько разводов, это национальная катастрофа. Ну и считайте. Отчего же жена ведет себя, как дикая необузданная лошадь? Ну и русский-то мужик все же терпеливый. И при том он выхода не знает по глупости своей, как ее воспитывать. Он или ее убивает, или выгоняет. Или повесится торопиться при три выхода. Все покрывает переменами мест в этом реестре. Какое наше христианство ныне? По привычке приходим в храм. По привычке стоим. Иногда даже ни одной службы не пропускаем. Батюшка Кадила машет, благословляет, христосуется. Это в России уже порядка 20 тысяч храмов и более уже. Ну это говорил я 14 лет назад. И это не один священник до 20 лет назад на приходе, и даже с диаконом за 200 перевалило число архиереев. Ну теперь же за 400, наверное. Это у московской патриархии. Лука 12. Говорят, что слово «томиться» имеет смысл в оригинале «быть в тюрьме». Христос звал их к небу, а они его не понимали и прилагали усилия, чтобы склонить его подумать о земном, о человеческом и насущном. Но Иисусу человеческое было в тягость. Матфея 16. Он же, обратившись, сказал Петру «отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн!» Потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Когда человек не рожден свыше, у него омертвелые органы в душе. И он будет тебя даже слушать, а потом, как просонок, смотрит на тебя в Сирахово 22. Поучающий глупого то же, что склеивающий черепки или пробуждающий спящего от глубокого сна, рассказывающий что-либо глупому, то же, что рассказывающий дремлющему, который по окончании спрашивает «что?» Плачь над умершим, ибо свет исчез за него. Плачь и над глупым, ибо разум исчез за него. Меньше плачь над умершим, потому что он успокоился, а злая жизнь глупого хуже смерти. Плачь об умершем семь дней, а о глупом и несчастивом все дни жизни его. Может он и промолчать, а может и изругать тебя. Но результат один. Плененная тьмой душа так и остается в клете помрачения. Христос был со своими родными по плоти. Пришел к своим, и свои его не приняли. Иоанн, почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Самое ужасное, что произошло за две тысячи лет на земле, это обмерщение церкви. Ни революции, ни мировые войны, ни атомная угроза. Теперь церковь и мир ничем не отличаются. Любой приходи, и ты уже восторговленный. Не могут сказать ровным счетом ничего о своем обращении ко Христу, потому что его и не было. То за бабушкой пришел, то у товарища глаза церковные стали. Увидел. Любой баптист-пятьдесятник может сказать день и час своего обращения. А православные только головой крутят и ищут способы сбежать. Сектант знает начало своего пути. Потом он куда попало завихрится, в ереси увязнет. Но первый шаг у него высвечен. У православных чисто механический процесс. Купил крещение, вельхиз дал видимому человеку языческое шатание в храмах. Некоторые не смотрят на решение общины, а об одном только говорят. Мне лишь бы прокормиться. Идут на общение с безбожниками. В чем же ваше христианство? Лет пять назад я поставил вопрос о смене батюшки у нас. Плохо ищут или не хотят. Но так и остается наш отец Аким на несколько приходов. Пора уже и старосту менять. То есть меня. Я тут со дня основания общины. Если же я уже закис и провонял на этой должности, то и меня надо тоже трясти и новые мысли, живую струю пускать. Моложе или активнее. Я же буду среди наблюдателей. В совете старейшин теперь. К отдыху готовлюсь. Батюшка пусть в потеряевке сидит. Ему там хватит работы. А то он месяца каждую неделю меряет шпалы. Замотался. То есть менять батюшку на эту общину, на Барнаульскую. А он, чтобы потеряевке был. Православие сегодня так похоже на языческую религию, которая без начала и без конца. Не знают, как человек обращается к Богу. И не знают, чем все это окончается у прихожан. Куда потом они скатываются. Приходит человек из мира. Над ним кто-то помахал кадилом, крапилом. И больше этого человека в храме не появляется. У нас такого нет. Говорю об общем положении в православии. Заходишь в Покровский собор, главный-то, в Барнауле. Там реестр услуг приобщения к духовности России. Что дозволено нашими законами. Освещение описа 300 рублей. Освещение автомобиля 50 рублей. Это 25 лет назад было. На кладбище сходить к покойнику 300 рублей. Христос пришел на наши инфляции работать. Нам реестр составлять. И как будто никто не видит никакого безумия. Так и крутится эта буддийская меленка, шарманка. Это новая религия под христианскими символами. Вашу Потеряевскую общину никак нельзя сравнить с нашей Барнаульской. Там хотя и единицы есть живых христиан. Виктор Андреевич Яковлев, Надежда Павловна Егоренко, Татьяна Кузьминична Капустина. Человек 15 набирается из 74 взрослых членов общины. Но у вас ни на ком нельзя остановиться, чтобы был кто-то ревностный. Как будто какой-то сброд собрался. Только по своему хозяйству топчитесь. Это уже и не первый год так. Где занятия зимой? У нас каждую неделю 5 часов полновесных занятий по Библии в Барнауле. Это для чужих, кто приезжает. Те думают, ну тут не пьют, не курят, не матерятся. Но у Христа другая шкала измерения. Нужно Духом Божьим воспламенять свой дух и гореть негасимой лампадой. А от вас ни одного вопроса нет за год. Сегодня икона в православии, языческий оберег. Живы в помощи на поясок на себя навязать. Когда причащается человек, то спроси его, для чего тебе? Знаешь ли, что Христа принял? И для него живи. Сейчас есть политические партии, такие как Богодержавие. Она яростно борется против христианства, но она за православие. Эти два понятия диаметрально противоположны в сознании таких сообщественников наших. Кто считал Библию? У нас бороду увидят и сразу, ты что, баптист? Да баптисты бороды не носят. Значит, отделенность мира показана была другими, но не нами. Наши сестры едут из храма, платья у них длинные и платочки надеты. К ним сразу же, вы что, баптистки? А теперь ваххабитки, шахитки. Чем же они сумели показать, что они не такие, как в мире? Ясно, что не платками, но жизнью в общей массе. Что они участвуют в том, в чем участвует православное. Я спросил Зою Крахмальникову про Грецию после его поездки в Иерусалим. Она только рукой махнула. Торгуют всем, что только есть на свете. Торгаши несусветные. А тут еще гордятся. Мы, греки. Было бы чем. Я разговаривал с одним греческим архимандритом в Синоде в Америке. Понимаете ли вы, что вы наделали-то с этой Никоновской реформой-то? Эти плоды вылились и в революции, и в раздробление нации. Да, понимаем. Был тут отец Кирилл Сахаров. Микрофон из рук не выпускал. Всем интересовался. И вот приехал брат-епископ, отец Михаил Курочкин. Никогда ни одного вопроса нет. Ни разу и никогда. Почему? Я этот вопрос задал отцу Якиму, а отец Михаил сразу же ответил. Вот жить-то! Он уже и тут успел. Это он об отце Кирилле. А Сахаров все спрашивал по делу. Да еще и у себя что-то и не раз рассказывал в Москве, как и что тут было. Он живой, интересующийся. Вот тебе и монах. А в нем жизнь теплится. Нормально ли это? Почему мы такие не заинтересованные? Вот отец Михаил, а это жид! Я отца Кирилла когда бы ни был. Он сразу во время литургии на проповедь переоденет стихарь. Всегда! Так мы встречаемся сколько уже раз с ним. Ездили в посольство английское в Великобритании. Был в Потеряевке с группой людей. И он написал, это книга у меня написана на сайте. Для слова Божия нет уст. На земле Алтайской называется. Почитайте. Пролетаристуйте на земле Алтайской. И познакомьтесь, пока он живой. Вот это батюшка, у него настоящая община. Она, конечно, не Потеряевская. Все служит по-саробрядческе. Он в московской патриархии. Не там, единоверческий. Если у человека нет понимания смысла и слов, богослужения, то для такой души все видимое есть языческий балаган, базар. Учите же народ. Наше православие популярно в народе. Пришел, отстоял или же отсидел и ушел. Абсолютный язычник. Христианство-язычество. Тема-то я беседую на какую. Ничем и нигде не отличается, чтобы похож был на верующего. Поведение просто дикое и безумное. Не поговорить ни о чем. С нервничными встречаюсь. И бывают настолько интересные люди, настолько живой ум. Какое развитие и духовным интересуется. Здесь же у вас в деревне ни разу ни один не подойдет. Ни одного вопроса не задаст. Ни одного письма не напишет. Я сейчас покажу копии ходатайств, какие были за меня самых высших чинов Алтайского края. Эти люди, которые интересуются делом нашим. Какое мы делаем. От которого они ничего не получают. Здесь же все для вас. И ни одного слова поддержки, ни молитвы за тебя. Да откуда вы тут такие-то подобрались-то? Хотя бы подошел и поинтересовался. Как дела насчет покосов, выпасов. Когда мы там молились о доме-то, где молимся-то? То каждый день мне десятки раз звонили. Ну как? Не дали? Ну я так и знал, что ничего не дадут. Вот за этот дом, где я нахожусь. Верить-то мы верим, что Бог силен дать. Но власти не пойдут на то, чтобы отдать нам дом для молитвы. Вера должна быть несомненная и твердая. Вот я молился. И 13 соток в центре города дали мне два дома. В личное пользование. В частной собственности. Из ваших же ни один не подошел и не сказал. Давайте усилий молитву насчет переезда. Вам он нужен. Нам он нужен. Я так хожу, ходатайствую. Ходатайствами других заручаюсь. Они звонят начальнику дороги. Завожу знакомства, чтобы пройти к главному. И не раз приезжаю. И об этом даже ни разу никто из вас меня при встрече через полгода моих мытарств так и не спросил. А ходатайствую о вокзальном здании, которое закрыто, чтобы его отдали Потеряевским заходить туда от непогоды. Потом его сломали. Ошиблись, не туда приехали. Сломали железную дорогу. Насколько же вы безразличны, это Потеряевским говорю, 25 лет назад. Эти люди все выехали. Я документы все копирую, посылаю сюда. И снова полное молчание. Нет даже звука. Дойдет до батюшки и до Игоря и, видимо, оседает и умирает. Кого не спрошу, никто не слыхал и не видал. Вообще чужие вы друг другу люди. Никакой как будто ни семьи нет, ни общины. Зачем же тут нужны-то вы? Вы или уже действительно ничего не понимаете, или не чувствуете. Да подойдите к зеркалу, посмотрите на себя. Мертвечина. Все замерло. Ни одного движения никакого нет. Даже мысль никакая не промелькнет. Нам внезапно звонят из Омска, сообщают, что из Америки им позвонили и рассказали, что к ним туда приезжал такой-то человек и изъявил желание у нас креститься. Он чемпион России по какому-то виду спорта. Летят на воздушном шаре. По норме положено 4 человека. Но к ним лепится девка. Не смогли отказать. И ее туда, на воздушный шар. Но же явно перегрузка-то. И налетели на высоковольтную линию. Тросы у них, клюльки стальные почему-то. И даже не надо договаривать, что произошло дальше. Как у них вспыхнуло. Гондолу перепрокинуло. И у него ноги до колен обгорели. Девку сразу же захлестнуло. Нужно было сесть и держаться за люльку. А они не привязывались. И она не привязалась. И ее насмерть. Призвали к нему священника в реанимацию. И оказался он почему-то русский, зарубежной церкви. Этот пострадавший отношения к нам никакого не имеет. Но его привезли в Барнаул к матери. И наши его там посетили. Никакой он и не верующий, быть может. Но вот нужно позаниматься. Как у старобрядцев. Обращение из других веры народа только через женитьбу. Смешанные браки. Видимо, этот также оказался в этой юрисдикции. Ну, естественно, что они какими были, такими и остаются. Потому что вера-то отслышание. А отслышание от слова Божия. Первое, так сказать, к римлянам 10-17. А слово Божие преподается языком. Этот орган в нашем теле является для обращения других главным. Так Бог установил. Но тут научились другим органам обращать. Через смешанные браки. Понятно, что идет игра. Если не было обращения, то так и надо говорить. Что женился на язычнице, но начинает довершать, окунать, мазать. Что твоя вера для нее или для него, перешедшего под ваш шамофор? Если тот, на ком женится, сегодня умрет, то будет ли он там, как ружь после смерти мужа своего была верной избранной вере? Конечно же не будет, да и зачем, когда там, в прежней языческой жизни, она сама, а тут ради кого пришла-то, того и нет уже. И как ослепленные ничего и не видят, так и продолжает столетие приобщать. Иногда даже эффективно научились эти дела проворачивать. Пообещает жениться, но сначала надо ее приобщить, довершить. Обещает алмазно твердо. Она вздуру-то влетела, приобщилась, довершилась. И вот эта Настенька никуда. Он сивой-то мериной не думал, оказывается, жениться на ней-то, импотент окаянной-то. Бросил ее, не женившись-то. И снова рыскает ищет жертву своему члену обращальному. Тут уже самое настоящее паскудство. А эта девушка-то ушла в мир. Разве их священник не ведает об этом, когда он же и приобщал поверившую им девушку? Даже более того, и сказать об этом нельзя. Сразу же тебя считают за врага. Какой же это дух? Пришла газета старообрядческая и пишет про другие страны, где и индейцы. У нас там приобщение идет только через смешанные браки. Полюбил дочь шамана. Довершить ее, и дети будут наши. Верхней счастью обращают к Богу-то через язык, но не нижней счастью тела. Срам. Тут-то и толковать ничего не надо. Но как было, так и будет, потому что дух осмодей держит. Кого прищищает батюшка? Призвали священника в самые смертные минуты, потому что этот Косырев никак не хотел попа. Чего вы раньше времени меня хороните? Я конкретно называю фамилию. Это отчим нашей матушки. Язык уже запал, глаза не видят. Придумали глухую исповедь, как крещение для мертвых. Косырев считает и сам же отвечает себе батька. Над ним можно любые манипуляции делать. Над этим тихим человеком, как о мертвых говорят дикари. Умер и говорят, мы сделали все как положено. А вот как раз это, то есть как не положено. Мало того, но еще как Иван Грозный, тиран, щекотило на троне, сжирал людей. Вдруг хватил его удар за шахматной доской. Это скорее в монашество. С другой стороны стригут схему его. Имя скорее на Василия сменить, а потом мигом на Алексея запутать следы от шайтана, чтобы в ад не утащил людоеда. И чтобы там, в загробном мире, занять более высокий шрастр по Данилу Андрееву. Так и Гильтер делал, чтобы перейти там на руководящую должность. За две минуты все ступеньки пролетел, и теперь скорее его канонизировать, чтобы помог порядок на нашей грешной Руси устроить-то. Перерезать всех чеченцев. А то мало их погробили в их горах наши отважные воины. Это все до Никоновская, старообрядческая. Какую игру устроили из такой простой веры Христовой? Христос умер за грехи людей, чтобы жили возрожденные от Духа Божия в его заповедях, в Духе Святом и в любви. Все. Были мы в Тобольске. Крестятся два молодых парня. Я подошел. Разрешите, батюшка, поговорить с ними-то. На батюшка, который крестит, ушел в алтарь и мира брать-то. Как звать-то? Да, Леша. А что ты крестишься? Да я с товарищем. А товарищ что? А в армию нынче берут? А они очень хорошие товарищи. Кто такой Христос? Переглянулись, не могут ответить-то. Один говорит, ну, какой-то, наверное, инопланетянин. Знания совершенно никакого. Выходит, священник-то. Я ему говорю, вы что тут с ними разговариваете? А он говорит, да мы вот поговорили. У него же нет веры, ни воды. Тут же подошла из трещиного ящика бабушка. Я долго уговаривала его, это внучек мой. Может, в эту войну его не отправят? Но потом этот крестящий подошел к отцу Акиму и говорит, священник-то. О, они же все видели. Что же мне теперь будет-то? Это боится архиерея. Посчитал однажды при крещении 20 человек Борисом Бузмаховым во Фрунзе. Меньше одной минуты на человека тратится. И в это время идет оглашение. Вся пожизненная катехизация. Вот это и есть в чистом виде грязное изыщество под шатром православия. Купи, продай. Коммерция. Вот так и живется в этой московской патриархии. Я тоже немало обманывался в этом деле. Думал, что если людям открывать глаза на все это, то народ так и бросится к истине, к свету. Ничуть не бывало. Им ничего не нужно. И этот проходной патриархийный двор людям нравится. Господь говорит, и что вы после этого будете делать? Священники же там буквально млеют. Их раздувают пузырем, пальцы веером, как у преступников. Видите, народ весь за нас. Мы их спасаем. Так и к нам в общину залетели торгаши, базарники. 45 человек их приняли-то. И сколько они не мутили воду, но дух выпер из них. И они были выдворены все до единого. Они хотели эволюционным путем постепенно освободиться от мирских своих привычек. Постепенно научиться ходить по заповедям Божьим-то. Но действия Божьи всегда мгновенны. И тут или был рожден человек, или не был. Все только в этом. Нельзя рождаться пять лет. Воскресение продолжается не три года и не тридцать лет. Но это мгновенное явление. Когда ты воскрес для Христа? Вопрос. Посему сказано, встань спящий, воскресни из мертвых, и воскресить тебя Христос. В какой момент ты почувствовал, что Бог вселился в тебя? Если же ничего этого не было, то начинай все сначала. День и час рождения Плотского знают все. Когда же родился духовно, этого сказать не могут православные. Потому что его не было. Руками только разводят. Родился Плотский, воспитание получил неплохое, не матерщинник. Характер кроткий, говорит, нордический. И уже считается за верующего. То есть заступается за Гитлера. Если не начнешь, как описано в путешествии Пилигрима, ты в конце жизни придешь к развалинам всего, на что надеялся. После рождения свыше человек будет расти. Но это только после рождения. Не будет же женщина рождать три года. При рождении должны быть потуги. Страдания, вскрики, крик ребенка. Ничего этого нет в православии. Потому и не евангельская эта вера уже. А назови как угодно. Хоть трижды святой нарекай, но только не евангельская вера. Дмитрий Смирнов говорит, какая у нас вера? И доказывает, бесовская. Бесовская. Бесы веруют и трепещут. Марка. И говорят, что исполнилось время и приблизилось царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Филиппийцам один. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Горе матери, когда она видит мертвого ребенка. Должно быть горем пастыря. Священники ничего этого не чувствуют, и это только потому, что никто тут не рождается. А идет просто слабенький водивиль и игра в маскарад. Посмотрите, какие дети у верующих семьях-то. Где рождение свыше не стоит на первом месте-то? Это самые негодные дети, грубые, циники. Тянутся к миру, неудержимы. Ничего, кажется, нет отвратительнее, когда дети, рожденные в семье верующих, делаются священниками и сами не были обращены к Богу. Я не раз говорил нашему батюшке, кого ты причащаешь-то? Если человек одержим духом гнева, ярости безумной, то для чего он топчется, толкется у чаши? Подбери эти фалды-то, а потом и допускай. Вот примеры тысячи наших людей от барнаульских наших. Опоздала у нас Марина на одну минуту, так, к началу богослужения-то. И хотя она секретарь, она тут же на стол объяснительную положила, потому что так требует наш закон. Попробуй это потребовать с вашей Марины, с Потеряевской, которая с пятого на десятый придет. И когда потребует, что посмотри на их глаза, на голову, как они ее держат. Опоздали? На крючке должны быть церковные двери-то. И за этим старостомить я должен смотреть. И когда оглашено изъедите правозгласить священник, тогда и откройте, впустите опоздавших-то. Да вы и не думали этого исполнять. Разве только кто сам это решил сделать, как индивидуум. Сатана в отпуск не ушел, и не бойтесь сразу же его на вороты вымести, а иначе в мусоре сгинете. Разве само собой приходит то, что навалено на дороге или в доме. Идет накопление отрицательной энергии, так скажем. А если бы напряжение снимали своевременно, то эти леденские банки не разносило бы так. Недоразумение нужно и при свидетелях разрешить. Мы же разные, и потому может быть неразумение. Когда возникает недоразумение, то решать надо тот час, а иначе станет все. Но вы даже не понимаете, что такое работа духовная. С такой дерзостью мнение отвечает не один из тысяч преступников, с которым мы встречаемся в тюрьме. Приходя из церкви, даже с усталостью ты должен быть другим. Даже в лице это будет заметно. Умиротворенность. Посмотрите на те, которые называются миссионерские отделы. Умиротворенности ни в одном лице нет. Наглость, хамство. Знаю тебя. Ты едва ли еще корову покупать собрался, а уже туда же. Кто этот устав у вас писал? Мне уже сказали, что один Игнатий. Ну да если бы и так, то какое это имеет значение, когда ты подписался исполнять его? Доллар рисовал один человек, и при том русский. И конституция практически написана одним человеком. Но сенат утвердил, а написавший достоин тебе большей похвалы, что столько лет и никто ничего не смог дорисовать в эту купюру. Евангелист писал один Евангелие. Один, но церковь приняла этим живы. Так же и пяти книжек. Один писал Моисей. Ну там что-то и после смерти. Ты научись готовая глотать. Так а почему я писал? Да почему? Потому что никто не может написать. Я сказал, учительница наша, она как зазаващая Елене Барабаш. Елена, напиши. Проходит день, она приходит, мне не написать. Пишите ты. Я к другим. Я не берусь за себя. Обошел никто. Но не пойду же я куда-то в другой город. Для деревни потеряю хоустов. Я его написал. Написал уже шесть лет назад. И стоит на одном месте. Смысл Слова Божия не в том, чтобы знать его наизусть. Хотя бы мне и это Бог дал. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее меча обоюдоострова. Оно проникает на разделение души и духа, составов и мозгов. И судит помышления и намерения сердечные. Батюшка думает провести собрание на определение лево-право. Но думаю, надо глубже ему копать. Нужно определить, кто живой, кто мертвый. Спросят, да разве можно это знать-то? А вы подойдите ко мне, поговорим. Не подойдете, и причина только одна – страх. Услышать о себе то, о чем даже и догадываться не нужно. Что ты мертвый и не был воскрешен. Вот домик, недостроенный Геннадия Дружинина. Он не освещен. И вокруг этого участка все гниет и пузырится, как в погребе. Если одна картофелина киснет, то и вокруг все мокрота. Приведитесь. И с севера, и с юга, и с запада. С одной стороны там болото. Там ничего не испортится, кроме закисшего, провонявшего пруда. А один психолог Соловьев пишет, что в одном доме инвалидов, престарелых, пенсионеров на обыкновенном дверном крючке повесился дедушка. А как, на коленках. Утром встали, а он стоит на коленках, повесился. Проходит день. Опять другой повторил эту оказию. Тринадцать человек на одном крючке за короткое время. Из разных палат приходят на одном крючке. Приехал следователь, но усопших не было следов насилия. Руки у них не связаны. Что делать-то? Решили вырвать крючок. Дворник поправился в полминуты. Самоубийства прекратились. Так и это место. Хоть криком кричи, но вырви его. Господи, убери, оно язва, зараза. Там Саша, с той стороны Женя. Тут Вера. А они рядом. Ходят в гости к негодному Миша. Это все люди выйдут. Ничего нельзя сделать. Нужно к Богу преподать. Миша все бегал через дорогу. Петрович, Петрович. А тот подсчитывает. За меня больше половины в деревне. Милиционер. Бог как порошинку выдает всех. Бог силен с одного человека начать снова все. И с кем бы я ни встречался, везде понимают, помогают. И самое опасное место – потеряевка. У меня рождаются враги, как мокриться на болотистом месте. Только сделал замечание, и они уже к войне. Если ты прав, то сядем и напиши на бумаге, как ты мог быть прав. Но и на это не хватит демона, который тобой вертит. У нас есть устав. Устав посреди улицы костры из мусора не устраивать. Есть куда вывозить, и недалеко. Сказал о том, уже враг ему. А у нас в уставе я заранее написал. Предвидел это. Выжигать, если можно будет, только не дома. Вывозить где-то. И только весной или осенью. И только безветренную погоду. И только, чтобы рядом был песок и вода. И только предупреди всех до одного в деревне, чтобы были настороже. Выполняют это? Не выполняют. Значит, нарушают. Нарушают – горят. Кто только не был поджигателем. То на улице где-то, то в огороде жгли не посмотрел. Ветер дунул, вспыхнул. И поставил остальное старое смотреть ребенку 4 года. А в уставе все говорится. Были у нас там для скотины загоны корченские за 15 километров. Их нужно было отвоевать, как карабах. Все наше теперь находится. В уставе было сказано. Если чужой появился, остановить, расспросить. Кому? Вся деревня как один. Чтобы собаки зря не лаяли на облака, на ветер. А только обнаружить чужого. И так все исполняется? Да, так и исполняется. В уставе написано. 40 пунктов у нас деревенского устава. И пока ни один не добавили. А почему? Потому что это от Бога. Бог положил на сердце все эти пункты записать. Все по этой теме закончено. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok